Hi guys! И сегодня уже шестой день моей недели влогов. Сегодня суббота, первый выходной. И смотрите предыдущие видео с моей недели влогов. И оставайтесь со мной, я покажу вам всё, что я делаю сегодня. Так что, поехали! Сейчас я собираюсь на пробежку. Утренняя пробежка со мной. Потому что я давно уже не бегала, точнее, последний раз на каникулах. И сейчас я хочу побегать. Я не буду бегать сильно много, наверное, несколько миль. Так что вот. Сейчас я уже приехала в парк, и я начну бегать. И как вы видите, я сижу за рулём, и это неспроста. Потому что в октябре мне исполнилось 15 лет, а в 16 лет в Америке ты уже можешь получить права и ездить почти всё время сам. Так что мой папа решил дать мне попробовать поездить. И это мой самый-самый первый раз, когда я села за руль. Как вы видите, я сделала очень много ошибок, и я знаю. Но у меня ещё есть время поучиться. Я знаю, что нельзя перекручивать руки, когда ты держишь руль, и ещё другие. Но не судите меня строго, я ещё учусь. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я уже еду домой, и я пробежала всего лишь одну милю. И за 8.29. Для меня это вообще очень медленно, но я и не старалась быстро бежать. Потому что сегодня на улице бедрено, и было немножко тяжело и холодно сегодня. Так что обычно я бегаю в районе 7. Моё лучшее время было 6.50, что ли, за милю. Но это считается нормально. После того, как я побегала, мы уже приехали домой, и мы едем в Филадельфию. Это, можно сказать, центр Пенсильвании, один из самых больших городов Пенсильвании. И так что я оделась очень cute. Даже одела свои буфало. Также я взяла переодежду, потому что на улице холодно, и я хочу сделать, сфоткаться, и потом одеть что-нибудь потеплее. Так что вот так. Всё, мы уже в машине. До Филадельфии нам ехать примерно час. Примерно. До центра города. Сегодня мы хотим немножко погулять, зайти в какие-нибудь магазинчики, потому что там есть бренд Мэлэвл, Урбана Утфитер, Слу Лимон, и ещё разные. И просто прогуляться, потому что мы давно там не были. Включаем. Интересный район. Никогда здесь не были какие-то квартиры, дома странные. Просто, понимаете, чуть-чуть на Россию похоже. Смотри, как огромный дом. С балконами. Слушай, может быть, это... А, может, это офис на какой-то станет? Нет. Может быть, это гостиница. Или это общежитие. Может быть. Тоже какие-то интересные домики. Также и с этой стороны. Такие чисто американские. Они все любят такими камнями. Прям целый город такой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова. Какой-то мостик. Все, мы уже подъезжаем. Центр Филадельфии. Там набережная, музей. Один из главных. Красиво. 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 это улица со всеми флагами разных стран все уже я переоделась в более теплую одежду кстати здесь даже все подписано кстати попробуем найти русский флаг сейчас посмотрим где мы нашли русский флаг только он почему-то весь какой-то понятый она с другой стороны русский флаг российский это библиотека там потом тоже какой-то крестьянский собор вот такой самолет а вот это Franklin Institute большое здание и оно открыто как вы видите флаги продолжаются и также мы уже подошли прямо к центру центру вот так вот живут бездомные люди и им дают бесплатную еду и вот это разные институты и колледжи например там был дизайн а вот этот science natural science natural science sciences or college вот это вот вся можно сказать главная площадь и все главные музеи фонтаны университеты как вы могли заметить на улице относительно ветрено и вообще холодно сегодня было и только из-за этого я переоделась вот здесь разные отели и офисные здания которые находятся в самом центре также разные памятники и так далее вон там самый самый центр также я сделал очень много классных фоточек которые вы можете посмотреть в инстаграме так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм тикток вк и обязательно пинтерест ссылка будет в описании тоже здесь разные маленькие торговые центры мол и вот такой вот мусор на улице мы стоя вот это интересная машина заметили и мы стояли в очереди очень долго вот так вот одеты примерно обычные американки сейчас мы зашли в магазин urban outfitters в которой папа с алиной остались в очереди а мы пошли в другой магазин здесь очень много интересной одежды яркой и наоборот спокойной вот здесь вы видите разные оверсайз футболки шорты юбки потом украшения разные рюкзаки urban outfitters это сбор всех разных товаров в одном месте то есть разных фирм таких как самых популярных и молодежных очень популярные ожерелья и просто джоури разные джинсы панамки что хотите ремни блестящие и дру разные разные также у него есть веб-сайт здесь было три этажа мы зашли только на первые два потому что мы уже побежали обратно к алине с папой вот здесь находятся разные платья очень интересные мне даже некоторые понравились но они стоят достаточно недешево например которые мне понравились стоило 80 долларов здесь очень много разных моделей более короткие чуть по длине более легкие зимние осенние и то что вам нравится разные сумки модные фланеры клетка и так далее вот это самые популярные майки которые вообще чуть ли не у каждой девочки есть они просто самые удобные у меня есть пока есть только белая но я очень рада что она у меня есть рюкзаки канкин разные sweetpants и более удобная одежда и также секция сейла также здесь есть для дома сейчас мы наконец-таки пришли в бренде малвал но простояли мы там еще как минимум 30 минут а потому что в магазин можно было зайти только пять человек человеком пять людей пять человек могли зайти в магазин а ассортимент товара было много но все было относительно простое разные белые коричневые зеленые синие серые кофточки футболки и разные жилеты курточки и как вы видите цветовая гамма тоже очень простая но бренде маловал этим и славится и также бренде маловал там есть только один размер который должен по факту подходить всем но это не всегда так вот такая вот интересная стена с разными вышивками сейчас вот этому уже на кассе у них такой интересный стол полностью заклеены стикерами что мне кажется очень прикольно и все я забрала свет сейчас вот это мы зашли опять выгодно в фитерском что мы кое-что купили ждите в конце видео где я вам покажу сейчас мы уже идем домой сейчас все рестораны закрыты поэтому все только на улице вот это пример до сих пор остались в филадельфии в филадельфии такие деревья очень мне кажется очень красиво в филадельфии именно ночью потому что все горит и все здания интересно освещаются людей кстати было не так уж и много потому что я предполагаю что было немножко прохладно на улице разные плентс которые растут только зимой ну не только зимой самое интересное то что здесь есть это каток но мы скорее всего туда сходим следующей зимой или в следующий раз потому что я раньше занималась фигурными катаниями но я хотела кататься именно на фигурных коньках а там были только такие вот домики ночью все мы уже приехали домой сейчас будем заходить сейчас когда мы уже приехали домой с нашей прогулки мы сели ужинать папа приготовил нам такую классную рыбу называется она сибас также просто салат также я буду есть брокколи вместе с собой и сейчас я вам покажу что я купила первый магазин не захотела в бренде моего также нам дали маленькие стикеры первое я купила это две белые кофточки такие рубашки которые я давно мне нравился такой стиль я хотела просто что-то такое вот cute первое это как более футболка она немножко как короткий кроп-топ и следующее это как на маечка как маечка стоило вот это one size как вы знаете смотрите видео как о моей другой одежде бренде двадцать четыре и это двадцать три и потом очень необычная для меня покупка но я давно на них смотрела вот такие вот шорты чтобы ходить не в школу они длинные просто я не всегда чувствую себя удобно в супер коротких шортах и я хотела попробовать что-то новое и вот такие коричневые и коричневый очень популярный цвет двадцать первом году особенно в америке и последнее очень интересная покупка это белые мартинсы которые я очень давно хотела на большой платформе на подошве они смотрятся аккуратно не супер массивными и вот они такие вот белые мы их купили просто со скидкой огромной двадцать процентов но в магазине Urban Outfitters когда на оригинальном сайте док мартинса не стоит сто восемьдесят долларов а мы их купили извини меня и там даже нет ни одного размера они полностью все раскуплены а мы их случайно увидели и я решила и это оказался мой размер я решила их померить и они мне подошли и они оказались даже удобными и так же я у них вот здесь как видите он немножко помят но это как бы не прошло я попросила дискаунт это скидка и мне дали скидку десять процентов да то есть на всю покупку потом точнее на вот эту только на обувь потом они сказали не хотите ли вы зарегистрироваться на всякие rewards и мы зарегистрировались просто указала свою почту и они мне дали скидку еще десять процентов то есть у меня шузы вышли мои со скидкой двадцать процентов и я так же проверила цену на оригинальном сайте и так же они там стоили сто восемьдесят долларов но у меня есть точно такие же черные как вы можете припоминать и вот эти белые смотрятся куда интереснее также ждите завтра где я покажу как они выглядят на мне и как я их буду сочетать приметно это будет в моем влоге а и те вещи которые мы купили моей сестре потому что ее тоже купили прикольные в этот раз бренди мауэлл а на этом у меня с вами все всем спасибо огромное за просмотр я надеюсь вам понравилось это видео потому что я стараюсь правда и уже остался последний день моей недели влогов так что подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх и пожалуйста знайте я очень сильно вас люблю и хорошего вам дня или ночи смотря когда вы это смотрите всем пока пока